Западная часть России, 1943 год. Многочисленные немецкая и советская армии столкнулись с самой великой смертельной танковой битвой в истории. Земля дрожала, как при землетрясении, при сильнейшем землетрясении. Против более пяти тысяч советских танков Германия выставила две с половиной тысячи. К моменту окончания сражения число человеческих жертв превысит 200 тысяч. Потом артиллеристам не рассказывали, что они видели только серые стены вокруг. Они без конца стреляли. У меня и небо горело. Это кровавая Курская битва. Танк на танк лет. Солдат на солдата. Штрасть господняя. Великие танковые сражения. 5 июля 1943 год. Восточный фронт. Россия. 5 июля 1943 года. Первый день немецкой наступательной операции «Цитадель». Немецкие танки двигались по российским равнинам к городу Курску. Их ждали советские войска, ставшие на защиту Родины с невероятным количеством танков. Это была последняя попытка Гитлера изменить ход войны на Восточном фронте. Войны, которая последние несколько месяцев оборачивалась для немцев сплошными неудачами. После победы в Сталинградской битве в феврале 1943 года советские войска продолжали одерживать верх над немцами, заставив их отступить на 300 километров назад, в сторону Германии. К концу зимы дух немецкой армии пошатнулся. Она была на грани развала. Но Гитлеру удалось восстановить порядок. И он приступил к составлению плана контрнаступления. Он собирался осуществить грандиозный маневр и захватить большую часть советской территории, центром которой был Курск. Гитлер планировал окружить и уничтожить более 500 тысяч советских солдат. Поле битвы было огромное. 200 километров в длину и 150 в ширину. Большую часть занимали поля. Танковое сражение Эти прекрасные российские земли были идеальным местом для танкового сражения. Идеальная цель для немецких войск. В течение весны и начала лета немецкое командование собрало 780 тысяч человек. 10 тысяч орудий, 2,5 тысячи танков. Эта невероятная сила должна была потрясти Россию до основания. Но это не осталось незамеченным. Вместе с немцами к операции «Цитадель» готовилось и советское командование. Противник накапливает огромнейшие силы осуществить реванш за поражение под Сталинградом. Да, наше командование в этот весенний период решило переформировать войска. Или наступать сразу. Или в обороне измотать противника. Чтобы противостоять немецкой армии, советское командование собрало почти 2 миллиона человек, 25 тысяч орудий и более 5 тысяч танков. Вдоль Курской дуги рылись окопы. 300 тысяч гражданских лопатами прорыли более 400 километров противотанковых траншей. Саперу положили 40 тысяч мин. Имели противотанковая артиллерия. Она очень здорово ловила. И танки. Самым главным среди советских танков был средний танк Т-34. С 76-мм пушкой и лобовой бронёй 4,7 см, этот танк весом 31 тонну воплощал собой смертельное сочетание мощи, надёжности и мобильности. Летом 43-го года советские заводы произвели десятки тысяч этих танков. Т-34 заняли боевую позицию вдоль Курской дуги. 5 июля 1943 года. После трёх месяцев немцы, наконец, были готовы к атаке. За час до намеченного начала операции «Цитадель» советские артиллеристы открыли массированный огонь по немецким позициям. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Только было немцы, они не ожидали, что так могут поступить лишь русские, столь против них. Все это было похоже на фейерверк. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Должно быть, что-то подвело немцев, потому что у советской армии не было шансов вычислить точное время начала атаки. Ровно за час до наступления. Советское командование знало время начала атаки вплоть до минуты. Пойманные немецкие сапёры во время допроса раскрыли планы своей армии. Артиллерийская атака посеяла хаос в немецкой армии. Начало операции «Цитадель» было отложено, но всего на один час. Вскоре после рассвета немцы начали атаку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это была масштабная атака, которая даже в наши дни вызывает чувство горечи. Немецкие танки ехали на нас. На каждом танке по 20-30 пьяные, как все, как сапожники. Ну, естественно, тут началось, как это. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И у меня и небо горело. Танк на танк, лес. Солдат на солдата. Штрать господня. Мы все же сдержали слово. Не шагу назад застали. К концу дня немцы смогли пробить лишь небольшую брешь брони советской армии на Курской дуге. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На юге 4-я немецкая танковая дивизия продвинулась лишь на 15 километров. На севере у 9-й дивизии дела обстояли ещё хуже. Она прошла 10 километров, потеряв десятки танков и более тысячи солдат. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пока операция «Цитадель» не приносила никаких результатов. В свою очередь, советские силы на северном фасе готовились перейти к контрнаступлению. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Столкновения шли по всей линии фронта. В одном месте более ста танков Т-34 и Т-70 16-й советской танковой дивизии столкнулись со 2-й немецкой танковой дивизией. Немцы шли к клином, во главе которого были самые большие танки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И впереди насчитали 17 танков Тигрова. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тигр. Самый большой танк немецкой армии. Благодаря броне в 10 сантиметров он был практически неуязвим во время лобовой атаки. С 88-миллиметровой пушкой этот танк мог стрелять на более чем 2 километра, что дело его с самым смертоносным оружием Курской битвы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и началась, как выразили, страшная битва. Половина танков была легкая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На бензине, который работал, они горели, как свет, наверное. Иван Сегуин был в тяжеловесном Т-34. В смятение он выехал из кустов и попал под перекрёстный огонь двух тигров. Он выстрелил дважды, но броня немецких танков выдержала. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ввиду того, что у нас была 70-метровая пушка, она не пробилась. И его спасли артиллеристы. Однако немцы продолжали наступать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И вдруг ко мне, знаете, люки открыты были, потому что в бою, чтобы можно было и прицел смотреть, и выиграть, осмотреться, говорят. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот вскакивает командир батальона мой, то есть его танк разбил, и танк сгорел. Вот здесь кругом пехота, он прятается ко мне. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Только он вскочил ко мне в танк, и в этот момент попадает болванка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Только он вскочил ко мне в танк, оторвало, говорят, голову. И вот командир батальона всего меня обрызгало, говорят, ну, знаете, и мозги, и всё. Я вот весь я, когда вышел из танка, весь был в этом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Было вот тоже 6-е июля. Ныне чем за два дня боя с обеих сторон погибли десятки тысяч солдат. Сотни обломков танков лежали на горячих полях вокруг Курска. Это было только начало. Немцы готовились к новой атаке. На этот раз их целью был небольшой посёлок Панери. Тихое местечко, которое стало центром одного из самых кровавых сражений. Второй мировой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВЕЛИКИЕ ТАНКОВЫЕ СРАЖЕНИЯ 5 июля 1943 года. Пытаясь изменить ситуацию на Восточном фронте, немецкая армия начала массированную атаку против советских сил на западных равнинах России. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Цель немецкой операции «Цитадель» — окружить и уничтожить советские войска у промышленного города Курска. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Советская армия выставила надёжную защиту против врага. Обе стороны понесли большие потери. К концу второго дня битвы и достижения немцев были минимальны. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опаздывая от намеченного расписания на один день и потерпев поражение при попытке взять Курск, генерал Вальтер Модель разработал новый план. Теперь его целью была железнодорожная станция «Понари». Станция «Понари» находится на линии Курск-Орёл. Местоположение этой станции делает её важной и необходимой для всей местности. Если Модель и его 9-я танковая дивизия хотят захватить Курск, сначала они должны взять «Понари». Советский маршал Константин Рокоссовский знал стратегическую ценность станции и одноимённого посёлка. Он укрепил их обороты танками, артиллерийскими установками и положил тысячи мин. Станция «Понари» теперь стала самой укреплённой точкой по всей Курской дуге. То есть вот с этих полей сюда, в сторону лесного массива, двигались немецкие танки. За танками шла пехота врага. И вот эти пехотинцы, сидящие в окопах, наши стрелки, закапывались в землю артиллерийские орудия, танки. Вот перед нами окоп, в который закапывали танки. В канун битвы в «Понарях» появились сотни таких укрытий, каждая состоящая из трёх стен эпокатого входа. Такие сооружения позволяли танкам Т-34 использовать всю оборонительную мощь и в то же время при необходимости пойти в наступление. И именно вот эта территория оказалась в самом эпицентре боёв. Немецкие и советские силы схлестнулись в кровавой битве за контроль над «Понарями». Пять раз за один день город поменял хозяев. Немцы отправляли в бой всё новые и новые танки. Многие из них были уничтожены минами. Т-34 и противотанковыми орудиями. 9 июля 1943 года немцы начали атаку на северо-востоке «Понарей», пытаясь прорвать советскую оборону на позиции, известной как высота 253,5. 9 июля к войскам присоединился наш 177-й стрелковый батальон. Мы должны были атаковать холм, который был занят врагом. Мы использовали силы пехоты, штормовое орудие и артиллерийскую установку «Фердинанд». Немецкая шимоходно-артиллерийская установка «Фердинанд» никогда раньше не использовалась в бою. Она весила 60 тонн, имела броню толщиной 20 сантиметров, и благодаря двухкамерному двигателю мощностью 300 л.с. могла двигаться со скоростью 30 км в час. Но самым главным оружием «Фердинанда» была высокоскоростная 88-мм пушка длиной 6 метров. Мы возлагали на них большие надежды, и своих пушек «Фердинанды» могли стрелять на расстоянии более чем 3 километра. В то же время установка «Фердинанд» не могла взобраться на холм. Сначала мы думали, что их уничтожила вражеская артиллерия, но после того, как они одна за другой стали загораться, мы поняли, что моторы взрывались от перегрева. Солдаты были зарыжены, убегали. Вся надежда у нас была на штурмовое орудие. Самым распространённым немецким штурмовым орудием была установка «Стук». Это артиллерийская установка без башни, с высокоскоростной 75-мм пушкой, была самым успешным немецким орудием для уничтожения танков. Атака началась, и мы поехали по минному полю к холму. Советская артиллерия атаковала нас, как в аду. Наш командир валились из люка, чтобы показать, что мы должны рассредоточиться. В него попали, убили. Один из танков Фриду подбили, и остальные тоже начали взрываться. Несмотря на то, что немцы потеряли более половины стугов, им удалось прорваться через первую линию обороны Рокоссовского. Боузу удалось прорваться через первые два ряды от раншей. Линия советской обороны была далеко позади. Боуз уничтожил одно из советских противотанковых орудий. Через несколько минут второе орудие застало его врасплох. ПОТИО РИТА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕВАЕТ Мы не могли реагировать так быстро. Все, что я смог покричать водителю, это «Езжай прямо на него!» Великие танковые сражения 9 июля 43-го года. Настал пятый день кровавой Курской битвы. Немецкие войска все еще не могли уничтожить советскую защиту на севере. Немцы, отчаявшись сразу захватить Курск, предприняли масштабную атаку на стратегически важный поселок Панари. Они собирались захватить участок на северо-востоке от поселка, известный как высота 253,5. Мы прошли через первую линию защиты, потом взяли вторую линию, и русские отступили. Сразу за следующим поворотом. Было еще одно противотанковое орудие. Мы не могли реагировать так быстро. Все, что я смог покричать водителю, это «Езжай прямо на него!» Мы поехали прямо на орудию и смогли более-менее его уничтожить. Боус приблизился к Т-34. Он выстрелил, и снаряд отскочил от брони советского танка. Фронтальная броня танка Т-34 толщиной 48 мм была расположена под углом 60 градусов, что позволяло ей отражать снаряды и надёжно защищать танк. Но танк всё равно был сильно повреждён. Наши снаряды были достаточно мощными, чтобы в итоге пробить броню. Они взрываются сразу после проникновения через стальную защиту. Поэтому мы всё равно должны были уничтожить тот танк и его команду. К концу дня немцы, наконец, захватили высоту 253,5. Они понесли большие потери, но нанесли серьёзный урон советской линии защиты, которая сражалась вплоть до последнего человека. Советские солдаты следовали личному приказу Сталина не отступать ни при каких обстоятельствах. Солдаты, не считая своей жизнью, лезли под танк только спасти Россию. Советские танковые войска вели себя очень упрямо. Они несли большие потери, и поле боя было усеяно обломками Т-34. Советские войска не хотели отдавать немцам ни клочка земли. Ни шагу. Вот такой вот был приказ. Советские танки подпускали немцев как можно ближе, а потом били по самым уязвимым местам на танках противника. Именно так в панырях поступал командир танка Иван Сагуин. Я стрелял по танку подкалиберным. Я видел, что попал, но... Он стрикошетил, пошел вверх снаряд. Вот в этот период он начал наводить пушку на меня, выстрелил, но не попал. Я успел спрятаться за густарником, говорит. А так бы, естественно, он на таком расстоянии меня опрашивал бы своей... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я за нее, говорят, несколько, говорят, спрятался, когда... и остановился, чтобы можно было не сходу стрелять. И пошли, ну, не в лоб, так, пошли в борт в этот танк, значит, попал, и экипаж выскочил, наверное, так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Возле танок немецкие танкисты вылазили из люка, и мы их там тоже сразу убивали. И лежать танк стоять, и пять, и три-четыре немецких извергал, побиты нашими. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВЗРЫВ После почти недели напряженного сражения немцы были вымотаны. Им так и не удалось взять панарей. Но из-за них советские войска понесли огромные потери. Казалось, что у советской армии были неисчерпаемые запасы людей и танков 5-34. Танки наезжали друг на друга. Повсюду была стрельба. Потом артиллеристы мне рассказывали, что они видели только серые стены вокруг. Они без конца стреляли. СТУК Боуза был сильно поврежден. Он был крайне уязвим для врага. Даже после возвращения в безопасную зону, Боуз оставался под угрозой. Когда мы там встали, к нам на полной скорости стал приближаться Т-34. Мне удалось отъехать назад и встать в боевую позицию. Я выстрелил по танку, он тут же загорелся. И я спросил у своих товарищей, что случилось. Они сказали, что советские танки имеют слабые места. И тут началось ужасное танковое сражение. Ни до, ни после. Я ни в чем подобном не участвовал. Постепенно мы понимали, что вся эта разработанная операция на деле оказалась не такой уж результативной. То, с чем столкнулись Боуз и его сослуживцы, было лишь началом массированного контрнаступления советской армии. Контрнаступление, которое повлияет на исход Курской битвы и изменит ход Второй мировой войны. Великие танковые сражения 12 июля 1943 год Наступила вторая неделя Кровавой Курской битвы. Потери обеих сторон были просто огромные. 80 тысяч убитых и более двух тысяч уничтоженных танков. На Северном фасе немцы потеряли 21 тысячу человек и более половины техники. У них не осталось резервных сил. Генерал Вальтер Модель больше не мог атаковать. Несмотря на гораздо большие потери, советские войска могли выставить против немцев более 400 тысяч человек, 15 тысяч орудий и 1400 танков. С таким резервом они начали операцию Кутузов. Подтянули свежие силы, резервные части. Ну и вместе, значит, кто, говорят, остался в живых, говорят, что они начали наступление. Ну, каждому была поставлена задача, вот, каждому подразделению части. Ну, тут уже сейчас, которые слишком были потрепаны, которые слишком много потеряли и живой силы, и материальной части, были выведены под формирование, до формирования, так, и для пополнения. А все остальное пошли, говорят, наступление уже. И тут уже, про демок, естественно, он много потерял, и, ну, наступление. Ну, до каких пор, там уже, это уже другая операция. Операция Кутузов началась 12 июля. Ее целью было уничтожить один из несощущенных флангов 9-й танковой дивизии генералом Моделя. В какой-то момент я оказался в низине, окруженной кустами и деревьями. Я верил перед собой врага. Через какое-то время я заметил движение на его стороне. Нам приближались танки. Неожиданно сверху раздался странный звук. Немцы получили поддержку с воздуха. В отчаянной попытке одолеть противника они бросили в битву все свои силы, включая остатки когда-то знаменитых Люфтваффе. Неожиданно к нам подлетели пикирующие бомбардировщики и атаковали советские танки. Как только пустил это самое, я вот смотрю, потому что не видно в эту самую пристел, вот, в люк смотрю. Как только уронил эти бомбы, люк закрыл и ждешь, попадет, не попадет. Так, на танки, которые крепили, баки запасные, потом все, что было на танке, так, и, знаете, вот эти подкрылки там и все прочее, ничего не осталось. Как, говорят, как общипанная курица этот танк стал. Вот так вот. Бомбы попадали в танки. Бомбы оставляли огромные воронки. Танки падали в эти ямы, уже не могли выбраться. Я хотел развернуться, потому что в 100 метрах перед собой увидел советский танк. Танк поехал нажат и неожиданно застрелил. Мы наехали на дерево и не могли двигаться. Мы не могли ехать. Я выпрыгнул, чтобы посмотреть, что случилось, и позвал с собой двух сослуживцев. Топорами нам удалось немного подрубить это бревно и аж выводить танк. Тогда я выстрелил и подбил тот танк. Немцы терпели одно поражение за другим. Пехота генерала Моделя несла колоссальные потери. В некоторых местах у них оставалось всего 4-5 противотанковых орудий. Это не позволяло немцам выстроить новую линию обороны. Операция «Цитадель» — последняя надежда немцев на Восточном фронте во Второй мировой войне была закончена. Курская битва завершилась 13 июля 43-го года. Но сражения продолжались. Теперь наступала советская армия. Она начала преследование истребления немецких сил, которые продолжались вплоть до самого Берлина. После освобождения немецких изверхов, где они занимали боевые рубежа, от наших снарядов не было, от наших снарядов все в его землянке, все его блиндажи были разбиты. Там большие немецкие извери побиты, хотя радовались нашей богатой родиной. Но не вышла его радость. Мы его победили и разбили его в собственное Берлое. За 10 дней сражения были убиты и ранены более 200 тысяч человек. Было уничтожено около 3 тысяч танков. Поля сражений покрывали мертвые тела и дымящиеся останки немецких и советских танков. Сегодня о той великой битве напоминают только памятники, которые установлены в городах и полях по всей Курской дуге. Время битве Время битве Время битве Курской битвы не могут исчисляться только в количестве погибших солдат и подбитых танков. Цену этого сражения на Восточном фронте заплатили каждый мужчина, женщина и ребёнок. Это в каком году? В 43-м войне-то начался бой. Вот Курская дуга-то самая. Вот. Вот всё было разрушено. Что там? Нигде ничего не было. Людей вешали, всё на свете подбирали. Ну, что чувствовать? Тут по деревне дома были сожжёны. В поле везде солдаты валялись. У нас даже вот за двором. Вот. Всё было разрушено. Это всё услышались крики. Помогите, не оставляйте нас здесь. Возьмите с собой. И я остановился. И мы взяли с собой столько, сколько смогли. Я видел много ужасных вещей. Я говорю, многое. Это всё тут. Это всё рассказать. Было не страстно. Я не могу даже сказать. Где-то где-то не лежали. Но мы с душою защищали свою Родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова